Интернет сегодня это по сути действительно среда, которая воспринимается очень многими людьми как источник наиболее достоверной, наиболее оперативной информации, но к несчастью это совсем не так. И на самом деле интернет по большей части является информационной помойкой. Благодаря вот этой иллюзии оперативности, доступности, интерактивности, благодаря иллюзии того, что практически любой пользователь может в интернете сразу какую-то информацию выложить, а люди воспринимают зачастую информацию некритично, не пытаются ее проверить, не пытаются найти каких-то подтверждений, и уж тем более не пытаются найти опровержений тому, что они видят, что они слышат. И тут получается такое возведение эффекта присутствия в квадрат или даже в куб. То есть если раньше люди были склонны считать, что видеозапись со звуком, она в общем-то является истиной, то сегодня, если еще это видеозаписи в интернете, то абсолютное большинство людей будут считать, что это вот оно самое и есть, что это вот самая настоящая истина. Хотя на самом деле это не так, и таких вот случаев, когда распространяются в интернете абсолютные фейки, их масса, практически существует вот такое понятие, например, вирусное видео. Очень многие вирусные видео, они как раз-таки связаны именно с интерпретацией каких-то событий, которые якобы были правдивыми, а на самом деле были полной ложью. И, к сожалению, вот это очень многие люди сегодня не понимают, они по-прежнему находятся на стадии такого ребенка, которому показали подарок, сказали, что его принес Дед Мороз, ну и ребенку, в общем, этого достаточно, чтобы в это поверить. Изменится ли СМИ, изменится ли интернет, станут ли они более правдивыми? Я считаю, что нет, потому что посредник всегда получает свои проценты, да, посредник всегда становится посредником для того, чтобы достигать каких-то своих целей. И поскольку и СМИ, и интернет, и блогеры являются посредниками передачи информации, то они все равно свою ренту за эту передачу получают. И хорошо, если эта рента будет заключаться просто в том, что они там рекламку какую-то размещают. Но дело в том, что мы прекрасно с вами понимаем, что намного более дорогостоящие услуги, это услуги по продвижению определенных идей, определенных мифологиям, идеологиям. Это услуги по внедрению в сознание определенной информации, по порождению даже некого контекста. И, конечно, никто от этих моментов не откажется. Всегда на это будет спрос и всегда на это будет предложение. Поэтому ждать, что наши СМИ станут более правдивыми, или видеоблогеры станут более правдивыми, или возникнет какое-то новое средство массовой коммуникации, в которой будут стоять какие-то мифические, загадочные, таинственные детекторы лжи. Но это сродни вере в Деда Мороза, что он придет и подарит подарок какой-то. Обычный человек должен понимать, что даже если он во что-то свято верит, даже если он уверен, что что-то является на 100% истинным, это может оказаться не так. Единственная защита от лжи – это сомнение. Это не поиск источника информации совершенного, а то, как мы к информации относимся. Поэтому можно, конечно, телевизор смотреть и в интернете лазать, получать информацию. Но если вы это не осмыслите критически, вам все равно соврут, вам все равно исказят ваше представление. Если вы хотите познать истину, вам ко всему нужно относиться критически, во всем нужно сомневаться, привыкать мыслить постоянно, всегда ничего не принимать на веру. Это путь очень сложный, он для большинства не подходит, но это единственный путь.